Информационное пространство Хакасии гудит, мол, губернатор поднялся зарплату на 400%. Возмущение достигло такого предела, что пришлось экстренно созывать пресс-конференцию. Могу четко сказать, что полностью не соответствует действительности. Это ложь. Камнем преткновения стал принятый Верховным Советом в апреле закон, по которому госслужащим установлен четырехкратный от денежного содержания премиальный потолок, на что спустя месяц отреагировала прокуратура. По результатам проверки прокурорам республики Хакасия были принесены протесты на региональные правовые акты в связи с наличием в них коррупциогенных факторов и противоречием действующему законодательству. В правительстве протесту, а тем более коррупции, удивились и парировали. Закон, наоборот, установил ограничения премиальных не более четырехкратного размера. Из чего состоит зарплата чиновника, помимо оклада, рассказала министр финансов Ирина Бойнова. Это надбавка за стаж, это надбавка за секретку, это вот эта надбавка за особые условия и премия. Причем премия, она ничем не ограничивалась. После того, как Валентин Олегович сказал, что все, хватит, надо навести порядок, что это не дело ежемесячно выдавать эту премию. Если раньше мы на премии могли направить неограниченное количество крат, ну, 12-й это однозначно у нас было, то сейчас все мы крутимся вокруг вот этих четырех кратов. Мы находимся под казначейским сопровождением, и любое повышение, в том числе фонда оплаты труда чиновникам республики, оно строго контролируется центром. Нормативная возможность четыре должностных оклада и факт получения, это разные вещи. Может быть, эту премию и в три, и в два оклада никто не получит. В правительстве дали ясно понять замечание на закон, явно запоздали. Почему-то, когда этот закон в силу поступал по постановлению, все это было публично, у прокуратуры никаких вопросов не возникло. Почему-то вопросы возникли сегодня. Ну, для меня это очень странно. А здесь парирует прокуратура. Поправки были, только их оставили без внимания. Замечания к законопроекту вносили с прокуратурой республики. Они не были учтены. Протест прокурора поступил также и в адрес Верховного Совета. Поэтому парламенту также придется определяться с решением. Принять или отклонить. В конечном итоге, я думаю, истина победит. Если были какие-то ошибки допущены, то они будут исправлены. Если ошибок не было, то, соответственно, я думаю, тем, кто это инициировал, придется извиниться. Все забыли, что мы снизили государственный долг, что мы закрыли кредиторку, то, что заработная плата все служащие получают вовремя, без одержек и пособия. А последний факт, факт выполнения бюджета первого квартала. Уверяю, на 15-17% ниже расхода на содержание органов власти. Насколько по факту изменится зарплата чиновников, узнаем в будущем году. Первые лица республики просто обязаны будут подать декларацию о доходах. Эдуард Иванов, Владислав Кустовой, РТС.